Что будет, если 4 всадника апокалипсиса внезапно явятся в наш мир? Для начала давайте разберёмся, кто это и что будет означать их появление. Всё чаще в мире появляется информация о всадниках апокалипсиса. Образы вестников конца света всё чаще можно встретить в интернете и на страницах популярных глянцевых журналов. Ко всему прочему, нередко применяют их в различных телевизионных сериалах, кинофильмах и компьютерных играх. Впервые 4 всадника апокалипсиса появились в откровении Иоанна Богослова в главе 6. Сегодня священнослужители не могут дать точного ответа на вопрос, кто они такие. Тем не менее, бытует мнение, что все 4 всадника есть не что иное, как 4 ужасных катаклизма, способные уничтожить человечество. Война, голод, чума и, конечно же, смерть. Каждый человек по-своему грешен, это известно всем. Ведь все рано или поздно поддаются соблазну и начинают делать что-то такое, что не угодно Богу. И в тот момент, когда объем всех совершенных грехов начинает превышать критическую отметку, Вселенная в лице Всевышнего обрушивает на людей свой гнев. Специально для этого есть 4 всадника, 4 верных воина, готовых всегда и всюду вершить свое правосудие. Именно после их появления на Земле начинались бесконечные войны и нескончаемая череда смертей. Ведь именно так говорилось о них во многих книгах. А именно описывалось 7 печатей, которые должны быть сорваны на пути к концу света. 4 всадника апокалипсиса. Это и есть 4 первых печати. Что будет, если 4 всадника явятся в наш мир? Что произойдет? Первый всадник шествует по миру на своем белоснежном коне. И имя его завоеватель или чума. Второй всадник скачет по планете на своем огненном коне. И имя ему война. Третий всадник в путь по земле отправляется на коне вороном. Его принято называть голод. А четвертый всадник, которым верхом на бледном коне скачет, несет миру он недуги и всевозможные вирусы. Имя ему смерть. После того, как по земле проскачут вышеперечисленные всадники, опустится на землю ад. Не будет больше дня. Солнце не взойдет на небосводе. Весь мир погрузится во мрак. Животные вымрут, трава перестанет расти. И реки потекут вспять. Живые начнут завидовать мертвым, а мертвые восстанут из своих могил. Первый всадник апокалипсиса. Снятие первой печати знаменует появление всадника на белом коне. Всадник служит символом царской власти, земного царства. Соответственно, появляющиеся один за другим всадники знаменут собою смену эпох. Все это говорит о том, что снятие первой печати будет означать начало новой эпохи человечества. Все источники и имеющиеся по этому поводу литература указывают на то, что все перечисленные выше всадники есть не что иное, как олицетворение бесконечного зла и конца всего. Вот только некоторые из священнослужителей указывали на то, что первый всадник не был злом. Ведь, как известно из Евангелия, спаситель всегда шествовал на белом коне. Вот только другая сторона никоим образом не согласна с таким положением, потому как считает, что не может одновременно добро быть и всадником апокалипсиса и хранителем печатей, которые сдерживают зло и берегут землю от прихода ада. Снятие второй печати знаменует появление всадника на рыжем коне, символа новой эпохи, эпохи всемирных войн и нестроений. На землю вступает второй всадник апокалипсиса, который миру известен как война. Одно только его имя говорит о том, что не стоит ждать ничего хорошего. Война это бесконечная череда конфликтов. Все говорят о втором всаднике апокалипсиса, что он несет только кровопролитные бои. Причем речь идет о различных войнах. Это вовсе не обязательно должна быть, как иногда думают, мировая война. Мировая война начинается и заканчивается обычно при жизни одного поколения, а малые войны могут тянуться десятилетиями. Так что появляется на свет поколение людей, с самого детства не видевшие в своей жизни ничего кроме войны и смуты. После снятия третьей печати появляется всадник на вороном коне с меру и в руке, и это голод. Очевидно, мир и порядок на земле будет им восстановлен, и править будет всем миром. Безблагодатная антидуховная по своей сути цивилизация охватит всю планету. Весьма вероятно, что на земле будет тогда лишь один правитель, и режим его правления будет вполне тоталитарным. Третий всадник апокалипсиса, как полагается, вступает шаг в шаг с войной. И это вполне понятно, потому как там, где место есть с конфликтом и кровопролитным сражением, омывающимся копытами огненному коню, там и уйма голодных и холодных детей, брошенных женщин и стариков. Снятие четвертой печати означает явление в мир всадника на бледном коне. Его имя смерть. Цвет животного нередко называют погребальным, и приписывают оттенки кожи, которые свойственны мертвецам. Деяния этого всадника понятны всем, после него не останется на земле ничего живого. Никому не суждено выжить после. Когда всадник смерть пойдет лютовать, тогда жизни придет конец. Ни травы зеленой, ни воды питьевой, не будет ничего. Так что получается, что руками человеческими творится хаос вселенский. На протяжении тысячелетий, все, что делал человек, это стирал с лица земли целые популяции животных и виды растений. Ничего не могло остановить его. Венцом творения считал он себя. А что в итоге? В итоге он есть не что иное, как пятая черная червоточина. Стереть да уничтожить. Сам повинен человек в своих страданиях. Спасутся лишь те, кто не грешен. А таковых на земле, увы, давно уже не осталось. Избранные будут отправлены заселять другие планеты. А на этом у меня все. Если вам нравятся темы видео наподобие этой, то обязательно ставь лайк. И выскажи свое мнение по поводу виденного. С вами был Зомби Чез. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok